Сын женился на американке. Какой негодяй! Столкнулись с американским взглядом на жизнь. Сын с невесткой живут в Риге, пока он уезжать в США не хочет. А невестке все здесь не нравится. Очень не хочется потерять связь с сыном. Американки женились, а? А этой американки, эта проклятая, а? Посмотрите. На ком женится мой сын? На моей судьбе. Только на моей судьбе, и больше не на ком. Посмотрите, какая ваша судьба. Если у вас судьба тяжелая, он женится на тяжелой судьбе. На американке. Если у вас судьба хорошая, он женится на хорошей девушке. Латышской. Посмотрите на свою судьбу. Посмотрите на свою судьбу через то, на ком он женится. Ваш сын. Посмотрите так на свою судьбу. Но даже не помышляйте ей сопротивляться. Если женщина, мать, начинает сопротивляться судьбе в виде американки, которая пришла в ее жизнь, то и будет еще хуже. Эта американка искромсает ее жизнь и жизнь ее сына. Полностью. Камни на камни. Свою заодно. Камни на камни не оставим. Слушай, теща, друг, родной, помоги. Ведь по факту мы с тобой не в роде. На самом деле мы с тобой ведь родня. Ты почти родная мать для меня. Теща, люблю твои блины. Теща, твои блины вкусны. Их аромат, и очень нежный вкус. Твоих блинов съесть много я берусь. Есть муж и жена. Есть теща там и так далее. Мама и папа. Мама и папа имеют эгоистическую любовь к своим детям. Когда дети женятся, естественным образом возникает что? Собака, когда бежит, она метит территорию. Пописает там. И потом она бежит, запах мой или не мой. Если не мой запах, гавкаем. Ищем, кто пописал, и начинаем с ним грызться. Если мой запах, или запах родной собаки, все нормально. Точно так же в семейной жизни происходит. Все то же самое. Вот если женщина чувствует, мой сын выходит не за ту, не тот запах, понимаете? Территория другая, американка. То в этом случае... Как-то непроизвольно возникает такое чувство. Но мы же не животные. Если женщина, если человек имеет разум, то он будет терпеть свою судьбу. Веды говорят, надо терпеть судьбу, надо принять ее судьбу. Принять означает, вот какая она была, надо вздохнуть, выдохнуть, вздохнуть, выдохнуть и принять. Так учат воинов сражаться и мучат. Смотрите, как учат воинов сражаться, когда были вот эти мечи, да, их учили. Что когда тебе отрубают руку, ты хочешь выжить на поле боя, то надо это принять. Надо вдохнуть, выдохнуть, вдохнуть, выдохнуть и сказать себе, «Очень хорошо, что мне отрубили руку и продолжать сражаться. Спасибо, судьба, что мне отрубили руку». Если человек не принимает это все, он побежден, он не может дальше сражаться. У него нет сил, он теряет силы полностью. Он сопротивляется этой боли, этой судьбе, теряет силы, все, он побежден. Дальше его даже убивать не надо. Он все, он уже убит судьбой. Все. Настоящий воин, он этого не делает, он такой, и дальше сражаться. Если убиваются всем, в это время он радуется, думает о Боге. Попадает в духовный мир. Все, выполнил свой долг воину. Надо всегда принимать судьбу. Вот судьба такая, что ты видишь, что девушка тяжелая для меня, девушка досталась моему любимому сыночку. Такова судьба твоя и твоего сына. Она одна судьба. Надо принять судьбу. Дох выдох, вдох выдох и сражаться дальше. Как сражаться? Полюбить этого человека надо. Американку надо полюбить. Хлебом с солью по-латышски ее встретить, полюбить ее. Она будет мучать. Американская культура ниже стык-латышской, ниже, меньше там любви в этой культуре. Но надо полюбить. Иначе нет выхода, просто надо полюбить. Иначе будет еще хуже. Потому что если ты не будешь любить, ты потеряешь сына. Он выберет жену и не будет с тобой вообще отношений иметь. Еще хуже будет. А потом, если ты будешь постоянно как бы своими действиями пытаться его оторвать от жены, он тебя вообще возненавидит. Когда, если ты разрушишь его семью, или она будет разрушена по какой-то другой причине, он будет тебя во всем обвинять и скажет, что это ты виновата во всех моих страданиях. Я с тобой вообще больше не хочу иметь дело. Видите, как весело получается. Надо принять судьбу просто. Нет выхода. Интересно, когда судьбу принимаешь, американка может оказаться совсем не американкой. Она, кажется, внешне вот американка, а внутри она, оказывается, душа. Такая же, как я, чистая, светлая, радостная. Просто скорлупа у нее другая. А так, она такая же точно. Любовь растапливает сердца людей, национальности пропадают. Нет национальности. Есть какие-то особенности, но все равно сердца одинаковые у всех. Мы же души, но не американки, не латышки.